Производство фильма 47 Ронинов это классический пример басни Ивана Крылова «Лебедь, щука и рак». За тем исключением, что высокобюджетную ленту с Киану Ривсом по итогу попросту разорвали. Проект, который первоначально предполагался этаким мрачным и кровавым последним самураем, с большим, но не сумасшедшим бюджетом, стал одним из главных провалов 2013 года. После большого успеха короткометражки «Подарок» на режиссера Карла Ринша обратили внимание голливудские студии. Сложно сказать, по какой причине начинающему режиссеру сразу же выдали на руки столь крупнобюджетное кино. Возможно, все дело в Ридли Скотте, который разрекламировал Ринша, посадив его за роль фильма «Прометей». Какое-то время Ридли Скотт не хотел или делал вид, что не хочет ставить «Прометея» лично, а потому всячески продвигал на студии кандидатуру Ринша в качестве режиссера. Но киностудия «20 век Фокс» заподозрила что-то неладное и настояла на том, чтобы «Прометея» поставил лично Скотт. Иначе она отказывалась выделять на фантастический фильм большие деньги. Ринш выбыл из проекта, но практически сразу же подписался на ремейк «Бегство Логана». «Бегство Логана» долгие годы переходило от одного режиссера к другому. Менялись сценарии, масштабы, студии, но с мертвой точки проект не сдвигался. Поработав над «Бегством Логана» несколько месяцев, Ринш стал что-то подозревать и поспешил откланяться. Возможно, не зря, ведь проект до сих пор всплывает в новостях, и новости особой уникальности не отличаются. Уходят очередные режиссеры и нанимаются новые сценаристы. Не так давно режиссером стал Саймон Кинберг, но после провала фильма «Люди Икс. Темный Феникс», который поставил Кинберг, скорее всего, кто-то снова стал что-то подозревать, и проект в очередной раз ушел в тень. И всплывет он, по идее, уже с новым режиссером. В общем, убежав из «Бегства Логана» в 2010 году, Ринш недолго бродил по Голливуду. Подобрала его киностудия «Юниверсал». Риншу предложили две картины на выбор – «47 Ронинов» и «Твари из бездны». Ринш выбрал 47 Ронинов. Удивлять это никого не должно. За пару лет до этого 47 Ронинов попали в черный список сценариев, в который включают лучшие работы, все еще не добравшиеся до съемочной площадки. То есть сценарий фильма многие превозносили и называли этаким бриллиантом. На самом деле этот черный список никогда и ничего не гарантирует. Но его разрекламировали, а потому считается, что если туда какой-то сценарий включили, то он обязательно хорош. После того, как по таким сценариям снимают мощные фильмы, у многих начинают шевелиться волосы на голове. И они тоже начинают что-то подозревать. Но уже поздно. В разные годы туда входили скрипты таких невероятных фильмов, как «Знакомьтесь, Дэйв», «Третья мумия», «Тело Дженнифер», «Папа досвидос» и все о Стиве. Оценки этих фильмов сейчас где-то в районе Плинтуса. И поверить в то, что сценарий у них был отличным, не представляется возможным. Да, в этот список попадал, конечно, не только «Откровенный мусор». Тот же «Залечь на дно в брюге» получал финансирование как раз после того, как попадал в черный список. Но проходных сценариев в любом случае там великое множество. Чем бы там Ринж не руководствовался, но выбрал он именно Ронинов. И в отличие от бегства Логана, со съемками 47 Ронинов никто тянуть не стал. Стартовали они всего через пару месяцев после того, как Ринж присоединился к проекту. Очень часто в ситуации с режиссерами-новичками студии приставляют к ним продюсеров, которые не отходят от таких режиссеров ни на шаг. Но в случае с Ринжем Universal пошла другим путем. И совершенно не следила за тем, что происходит на съемочной площадке. Первоначальный бюджет 47 Ронинов был внушительным, но все-таки не дотягивал до категории блокбастер. На фильм выделяли порядка 120 миллионов долларов. Обливион с Томом Крузом, попавший на большие экраны в том же году, что и 47 Ронинов, обошелся как раз в 120 миллионов. Считается, что основной проблемой 47 Ронинов стало совершенно разное видение финального результата от режиссера Карла Ринша и студии Universal. Режиссер хотел снять этакий стильный арт-хаус о самураях, который по своему духу напоминал бы фильм «Царство небесное» Ридли Скотта. А студия желала видеть «Властелин колец» или «Аватар». Когда Universal получила черновой вариант ленты, продюсеры схватились за головы. Вместо «Аватара» у них на руках была мрачная арт-хаусная драма ценой в 100 миллионов долларов. Тестовая аудитория, которой продемонстрировали полученную версию, встала на сторону студии. Фильм был невероятно затянут, мрачен и тяжел для понимания. Попытавшись спасти положение, студия внесла несколько правок в сценарий и приказала режиссеру немедленно снять новые эпизоды. С этого момента 47 Ронинов пошли превращаться во Франкенштейна. Изменения не дали того результата, на который рассчитывала киностудия. Если ранее фильм был нудным и тяжелым, то теперь он превратился в несмотребельное нечто. Выход ленты спешно отложили на целый год, и 47 Ронинов отправились на большие досъемки. У картины должны были полностью измениться начало и финал. А с Киану Ривсом необходимо было снять несколько новых сцен. Ибо студия решила, что главной звезды в фильме непростительно мало. Все это привело к тому, что из 47 Ронинов пропали целые сюжетные линии. А роли некоторых актеров сократились до минимума. Роль данного паренька, сыгравшего в картине Капитана, была практически полностью вырезана. Изначально по времени на экране он уступал только Киану Ривзу. После всех изменений от его роли осталось лишь небольшое камео. Рика Дженниста тоже должно было быть в фильме побольше. Но всю сюжетную арку с пиратами сократили до пары минут. Так что персонажный постер и с его героем сейчас выглядят довольно потешно. Однако, что студия не делала, 47 Ронинов все еще не работали. Студия назначила еще одни дополнительные досъемки. В картину добавили фантастических существ, батальные сцены и любовную линию. За время всех пересъемок бюджет картины вырос до 175 миллионов долларов. По слухам, режиссер Карл Риндж был так недоволен получившимся фильмом, что подрался с продюсерами, после чего его сильно помяли и выкинули на мороз. В финальном монтаже ленты он никакого участия не принимал. Попав в кинотеатры 6 декабря 2013 года, 47 Ронинов с треском провалились. В США картина смогла освоить лишь 38 миллионов долларов. Мировой прокат спасти был не в состоянии. Там бравые японские самураи освоили еще 113 миллионов. По оценкам Deadline, потери студии на самурайском эпике составили от 100 до 150 миллионов долларов. Карьера Карла Ринджа резко оборвалась. После 47 Ронинов он больше ничего не снял. Очень жаль, что с подобными фильмами невозможен вариант той же расплаты с Мэлом Гибсоном, где мы получили два совершенно разных фильма и имели возможность сравнить взгляд студии и режиссера. Но когда фильму необходимо длительная работа над спецэффектами, вторую версию собрать за пару миллионов долларов не выйдет. Спасибо за внимание, подписывайтесь и оставайтесь на связи. Субтитры создавал DimaTorzok